Творческая мастерская, где особенные дети создают креативные авторские сумки. Работать с тканью и швейной машинкой детей учат преимущественно мамы, но и тут с радостью готовы обучать новых учеников. Первые сумки от юных партных быстро приобрели спрос и нашли покупателей. Все заказы мастерская принимают в социальных сетях, где можно заказать шоппер с любым принтом или рисунком. В месяц к новым владельцам поступают около 10 сумок, однако в студии заверяют – все зависит от количества заказов и времени. Инициаторами создания подобного пространства стали родители деток с ментальными нарушениями. Ребята, занимаясь саморазвитием, мастерят необычные изделия ручной работы. Сегодня это место стало не просто кружком по интересам, но и полноценным центром реабилитации. На сегодняшний день мы производим шопперы, наши так называемые торбы добра. Все они производятся из натурального стопроцентного льна. Шопперы эти уже достаточно полюбились. Не только жителям нашего города заказы поступают со всей Украины, что очень приятно даже из ближнего и дальнего зарубежья. Это действительно качественный продукт, который вообще в носке прекрасно себя ведет. Я сама проходила с такой сумкой всюду весну и лето, и она просто в идеальном состоянии. Также это уникальный принт. Вот эти сумки, которые сейчас вы видите, их разрисовывает наш одесский художник Владимир Берза. Он тоже с аутизмом, он очень талантливый, и вот у него получаются такие интересные работы. То есть, это все персонажи он тоже придумывает сам. Ну, конечно, здесь понятно. Это был недавно день рождения Леновна, и вот он вдохновился и сделал вот такой вот рисунок. Со швейной машинкой усердно работает Максим. Мальчик практически с самого открытия швейной студии активно участвует в пошиве шопперов. За последнее время он создал десятки сумок. С легкостью наметывает новый шоппер и с интересом смотрит на камеру. Куратор мастерской рассказывает, Макс с радостью берется за работу и всегда с охотой отвечает на вопросы журналистов. Делится, что больше всего любят строчить именно белые сумки с необычными надписями, так как именно их заказывают чаще всего. Надо развивать свои руки, потому что сидеть за компьютером одним делом, работать – это надоедает. И вот нравится, когда уже глядишься на другое, и ты шьешь. Все вырученные от продажи сумок средства идут на развитие студии, приобретение материалов и, конечно, юным партным. Основатели мастерской мечтают о помещении побольше и уже задумывают расширение деятельности студии. В небольшой комнате помещается только двое студентов и мастер, который курирует процесс. Потому организаторы мастерской приглядывают более удобное место и надеются на помощь извне. Первым делом при расширении планируют открыть гончарное производство, на необходимые материалы которого уже собрана нужная сумма. А в перспективе – большое творческое пространство, где особенные дети смогут воплощать свои идеи. Мы закрыли достаточно успешно краудфандинговый сбор на платформе «Мой город». Мы собрали 108 тысяч, и с учетом того, что до этого мы выиграли у благотворительного фонда «Ведро» от женя, наш проект выиграл, и они эти деньги должны удвоить. На собранную сумму мы закупим оборудование для керамической мастерской, и в наших особливых мастернях будет больше возможностей. К сожалению, по поводу помещения, пока никто нам с этим вопросом не помог. Те помещения, которые давали на рассмотрение, они были в очень плачевном состоянии, и это были все полуподвальные помещения, там, где ужасная сырость, плесень. Скажем так, для детей, тем более, с особенностями развития, ну, это просто как бы несовместимо абсолютно. Ну, вот, поэтому пока, к сожалению, нету такой вот обратной связи, которую бы хотелось, но мы все-таки надеемся, что, может быть, ну, как-то, не знаю, после выборов что-то изменится, и какая-то будет помощь. Подобная мастерская первая в Одессе, которая помогает в социализации подростков и взрослых с диагнозом аутизм. Здесь они не только делают сумки своими руками, но и учатся общаться как друг с другом, так и с окружающими. Татьяна Барумбей, Герасим Олесенков, телеканал Репортер.